так о эликсиры ярости неплохо кстати тут же мародеры продаются и пираты очень крутой трактир покупаем все на всякий случай для важных битв самое но потому что ярость чем дальше тем круче и кто сказал что мах я видел какой-то гай там где подписали что могу ярость не нужна он пользуется магии вместо ярость а конечно нифига просто у воина небольшой бонус это небольшой к росту ярости к росту ярости то есть в начале боя у воина тоже нету ярости изначально хей привет послушай путник так а блин он только продает лодки стой я думал я застрял на самом-то деле я не думал а так оно и было пошел нафиг пошел нафиг замедление так может быть грифонов выманить там нету обелиска никакого привет голубой дракон как дела то все нормально вроде бы куки все на месте хе-хе ты чего заглянуто а Капец, я тут гоняю, как этот, как болит скоростной. Так, пару вопросов. Все, больше нет у меня вопросов. Я все узнал. Так, а тут случайно ничего нету такого интересного. Так, вот тут циклопы. Можно осмотреть немножко местность. Дирижабль. Или дирижопель, как я его еще называю. Вроде бы все на поверхности, по крайней мере, мы все исследовали. Можно пойти валить барона Ахея. Это один из вариантов, что нам сейчас делать. Или же пойти вниз. Вниз, да. И проведать эту ведьму. Круто, что мы закупились. Сколько у нас уже этих зелий. Давайте вот так вот поставим. Четыре штуки. Четыре зелья. Это всегда хорошо. Вот сюда их ставим. Тренировочный меч. Я его путаю с обычным мечом. Обычный меч. Его можно, короче, грейдить на самом деле. И его мы возьмем. Потому что его, если мы увидим где-то обычный меч, мы его купим. Это очень крутая штука. Его можно догрейдить до великих величин. По-моему. Или нет. Не помню, в общем. Так. Не хочу, не хочу. И тут. Тут последний герой. Королевские змеюки. Слушайте, а зачем мне потом вылазить отсюда? Вопрос. F8 просто загружаем. Мы ж узнали всё. Слушайте, я этим не часто пользуюсь. Короче, здесь тоже, кроме змеюки, пары свитков бесполезных на данный момент заклинаний нет. там. Значит, в принципе, что, барона Ахея, пойдем валить или нет? опять эти медведи. Мы тут занимаемся побегом от мишек. вот в лесу, там ещё может что-то быть, кстати. Там, по-моему, был неоприходованный обелиск неотмеченный. Вот, например, вот эта вот штука. Вот тут ничего нет. Окей. Плюс 5 ярости. 10 использований. Ну, это типа многоразовая штука, которая даёт кучу ярости. Не знаю, стоит ли покупать. 8000, но вроде не так много. На всякий случай купил. У меня такая уже есть, по-моему, даже. дракончику летай давай. Во! Простой меч и круглый щит. Вот это круто. Боевой клич беззащитность. Так, вот это не крейтится. А вот простой меч, как вы видите, в рунный меч можно крейтить. И это важно. Значит, мы F8 нажимаем и покупаем только простой меч, потому что он крейтится. Покупаем. А где делись вообще здесь люди всякие? В итоге мы спасли пацанёнка, а получилось так, что теперь там вообще никто не живёт. Раньше хоть кто-то жил, а теперь вообще никто. Разбойничий приют, не помню, там что-то продавалось или нет. Тут, значит, простой пояс, он крейтится или нет? Давайте проверим. Нет, не крейтится. Значит, F8. И так будет со всеми локациями, которые мы посещаем. во, эликсир ярости, и тут, кстати, ещё есть мародёры. Так. Развели. Развели. Здесь закупили то, что нам нужно было. Тут целых три замка. Это ж довольно много. Тут, значит, были. Тут еще торговец. У него вроде ничего. А кто его знает? Может и что-то есть. На ферме вроде ничего. А фихила знает. Вот этот остров странный. Так, вижу, что здесь можно пробежать. Побыстренько. Вот так. Ой. Не посещено. Обелиск не посещен. Нужно с этим что-то делать. Срочно. Потому что тот квест нам пригодится. Шлем воин. О, тут, кстати, эти инквизиторы. Давайте их возьмем, что ли. И пушкарей дофига. Хотя, инквизиторы мне не нужны. Шлем воина, по-моему, уж не крейдится. Валидовая. Валидовая. Так. Да, не крейдится. Значит, загружаемся. О-о-о. О-о-о. Нам нужно как-то отманить этих лучников. Куда-то их отманить. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Чудесное место для отдыха. Моя лошадь даже не хотела отсюда уходить. Король Фан 2. Хух. Тут справились. Чё ещё? К друиду. Да, к друиду надо сходить. Да, ну сколько можно? Так, тут только мана. Там варвары. Ну, это нужно другим способом добывать. Ох, еле пробежал. Сюда нужно с моря проплывать. Но мне лень. И там, по-моему, ничего нет. Тут Фантом, но Фантом у меня уже есть. Так ведь. И тут друиды были. Фантом у меня есть или нет? Вот Фантом. Так что не пришлось покупать. А если бы мы купили, но не использовали это заклинание, то это была бы трата денег напрасная. Так, два очередных обелиска посетили. К этому мы ходили, да? К дракону. По-моему, ходили. Осталось сюда наветаться. Теперь, собственно, в топе. Но в топе основательно. Тупиевские основательные штуки. То есть, ко всем ведьмочкам зайдем. Ко всем, ко всем. Ко всем лякушам. Ба нефиг. Да, тут ничего. О, стоп. У него магазин появился свой. Так. Вот зачем мы ему, короче, помогали. А то я думаю, зачем это здание нужное? Вообще. А там открывается магазин потом. Когда мы ему помогаем. Кто бы подумал. Что он тут говорит? Спасибо за помощь. Стало очень спокойно с тех пор, как ты поставил над моим домом этот флаг. Я могу тебе чем-нибудь помочь, конечно. Блин. Как будто бы ты знал, что у него здесь этот магазин. Точность, это, конечно, круто. Но. У меня ж она есть, да? У меня ее нету. Или же она тут? Так, точность, 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 точность. Нету точности. А тут она есть. Это первая польза, которую мы получили здесь. Дай угадаю, эта точность еще и учится очень дешево, да? Да, за два кристалла. Ну вот. Уже не бесполезно. Уже не бесполезно мы здесь побыли. Сюда. Здесь всякая нежить. Это я, по-моему, как раз продавал, поэтому. Змейки. Так. На болоте все спокойно. Так. Так, здесь нам нужно этого чувака отвлечь. Тут была наша жена. И посмотрим. Огненная стрела и всего-то. Пауканы мертвые, я так понял. А, пещерные. Пещерные, они, короче, вроде бы танкуют неплохо, но типа... Для тех, кто не боится терять юнитов. А мы ж не такие. У меня к вам несколько вопросов. Мудрая. Что такая ужасная женщина, как вы, делает в таком мудром месте? То есть, все наоборот. Мудрая женщина в ужасном месте. А что еще может делать ведьма на болоте? Тут самое то, что не наесть место для настоящей ведьмы. Профессиональная среда обитания, так сказать. Да. Ну вот, ну, действительно, клише. Я бы хотел вступить... Так. В ковен ведьм. Ты в ковен? Ха-ха-ха. Ой, уморил. Без меча зарубил. Без коня затоптал. В ковен ведь не всякого возьмут. Тут помимо таланта еще нужно особыми умениями обладать. Да приметами. Вот, допустим, чаром. Да кознем злым ты обучен. Порчу, а лес глаз какой навести сможешь. Кстати, а у меня ж есть проклятие из пух. То есть, в принципе, почему бы нет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ммм, конечно. Сглазить... Это я запросто, да. От моего взгляда не то, что молоко сметана киснет. Или... Ммм, конечно. Ежели на что вен... Диковинное поглазить, так это я в первых рядах. Глазить я могу. Порчу. А что? И это могу. В детстве я страсть какой неуклюжий был. Столько всего поломал. Попортил. Хе, а вот как со смелостью у тебя. Темноты до пауков не боишься. А на кладбище ночью безумной сможешь выйти? А ежели жабу в руки взять нужно? Или червя живого? Ух, помню, я сама когда в Ковен просилась. Эм... Ух, и навизжалась от змей всяких. Хе, хе, хе. Да уж, смелости у меня на двоих хватит. Как-никак я рыцарь. Жабы, пауки, я в рыцарской школе их живьем наспарь ел. В карты не везло, вот и приходилось. Неприятно, конечно, было, но вполне терпимо. Ммм... А много пауков, а сильно волосатые да глазастые. Не то, чтобы я боялся, просто... Ммм... Да что это я, конечно, не боюсь, я все же... Такие рыцарь... Нет, я, короче, их наспарь ел. А в травах да коренях разбираешься. Вот сможешь, к примеру, отличить волчий корень от ползуна. Или чай заварить на мухоморах. Да... Разрыв в траве. Честно скажу, не силен я в травах, но был у меня в школе сосед по комнате. Так он из травки такой чай заваривал, что всю ночь потом будешь импо по потолку гонять. Чефир? Наверное. Я вообще-то без отца материлась, так что кое-что встреп не понимаю. Знаю, что нужно добавить в еду, чтобы было хорошо и вкусно. И чтобы было невкусно, а потом плохо. Тоже знаю. Ну, в смысле... Она ж у меня спрашивает, умею ли я. Поэтому тут не первый вариант, а второй нужно. Хорошо. А вот как насчет жертвоприношений? Виду крови-то не боишься? Ты сможешь зарезать зверушку безвинную да безвредную для обряту ведьмоскового до заговора темного? Ух ты! Даже и представить себе не можешь, сколько я всякого зверья перебил, перерезал. Ну да, это верно. На невинную да безвредную тварь рука у меня не поднимется. Но следуя принципу малого зла, ради спасения жизни многих можно и безвинную зверушку. Ну, первое нужно отвечать. Мы же все-таки ведьмы. Ну и, наконец, самое главное. То, без чего даже самое сильное колдовство, даже самые тайные и запретные знания не помогут тебе в Ковен попасть. Ты должен быть женщиной. Ковен-то ведьмовской. Только женщины, что ведьмовством, знахарством да ворожпою промышляют, могут в Ковене быть. А ты не шибко-то и похожа. Похож на ведьму-то. Тысяча импол и полтора дракона. Ой, уела ты меня, старая. Ладно, ладно, повеселилась и будет. Сам виноват. Не смекнул, что к чему. Будет мне вперед наука. Ой, не сечай ты на меня, дуру старую. Повеселиться мне хотелось. Да посмотреть, как талантами своими похвалиться станешь. Ну да. А из-за чего Ковен ведь с магами не в ладах? Ох, хотела бы я сама знать, да, в ней эта история, связанная с какими-то исследованиями. Маги хотели знать, где в наших болотах Дариона больше зверушек страшных рождается, с которой обликом непривычные. Из-за места травы на насекомых, как их родичи делают, мясом питаются. Само это мнение, осилить такую работу, я товаром своих подсобить и позвала. И мы без малого целый месяц по болотам да трясинам зверушек необычных искали. Да все про них записывали. Каковы обликом, нравом, где живут и кого жрут. Чучело делали. Отдала я чародевши Варилсу все эти записи до чучела. Ох и рад он был, какие слова говорил, даже руки целовал. Месяц спустя заявил собранью грубой нас, осыпал, питомцев моих едва не пришиб, а напоследок крышу дома разворотил своими молниями. Так и не поняла, чего случилось-то. Ммм, странно. Видимо над ним другие подшутили. Или может какая-то другая ведьма там нагадила ей. Это интересно. Че-то тут не то. Что-то уж больно ты любопытный. А, видала я до тебя искателей, но те все больше кладами древними да оружием зачарованным интересовались. А тебе то одно расскажи, то другом поведай. Ладно, пользуйся добротой моей. Коли уж повезло тебе меня в добром духе и здравии застать. А вот если бы у меня зуб болел, или еще какая хворь или беда приключилась. Ух, я бы тебе тогда... Сгладила бы, да? Что это за потерянный город, вокруг которого столько шума? Да я сама-то мало знаю. Хоть нас ведьмы обвиняют в пособничестве некромантам, но адепты смерти нас так же не любят, как и прочих чародеев. Да и мы не со смертью дело имеем, от силами, хоть и древними, да темными, но от истинной тьмы очень далекими. Знаю только, что город этот спрятали некроманты от похода крестового. Да так спрятали, что и по сей день никто сыскать город этот не может. Ну все. Все расспросили, все прочитали, больше сюда можно не возвращаться. В последний раз сюда заходим. Испух, но у нас он есть. Змеи, тоже все есть. И теперь сюда, значит, пока есть время. Хей, осторожно, так, что у тебя на продажу. Есть зелье ярости и есть боевой молот. Не знаю, покупать, не покупать его. Давайте купим и проверим, улучшается ли он. Нет, не улучшается. Значит, F8. Атака гномам, но у меня есть молот короля, который мне сам король гномов дал. Стойте-ка, дай угадаю, они туда ползут. Это хорошо, что я догадался до этого. Так, легкая броня, точность очередная. Оооо, 150 гребаных бихолдеров здесь завелось. Слушайте, мне теперь не придется никуда идти. Вот это открытие. Вы понимаете? Их здесь не было. А теперь завелись. Это круть. Это, несомненно, очень круто. Легкая броня. Закупаем. Не грейтится. Две защиты. Это закупаем. Не грейтится. Нужны ли нам сейчас бихолдеры? Они нужны, в принципе, в основной армии. И это круто. Да, болото у нас знатное. Ну, что ты там, заходи, если что понадобится. Хлюба. Можем 46 штук за 26 тысяч купить. В общем, они довольно крутые. И у основной армии они бы были, наверное, полезны. Ну, в общем, как минимум. Как минимум. Так. Злобоглазы. Дело в том, что сейчас они мне не нужны. Я их не могу никуда засунуть. По сути, да. Так, давайте, змейки, проходите. Нужно будет вернуться потом сюда. Когда я захочу, типа, их нанять и куда-нибудь отправиться. На самом деле, стрелки хорошие, конечно. Но я почему-то не уверен ни в чем. Эй, э-хэй. Эй! fast. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, короче, там ничего нету... Будем считать... Главное, мы обычный меч купили... Все купили... Хватит развлекаться... Теперь барона Ахея... Валить будем... Так ведь... Кребаные циклопы... Всякие тут... А тут ничего нового нету... Все же странное место... Гномики... По-моему, сюда... Да, вон там красный этот пехолдер... А здесь сюда нужно... И вот он наш Ахейский барон... И маны у меня хватит на него... Смертоносный... Шестнадцатого уровня... У нас уже... Пятнадцатый уровень... Это значит, что мы его с легкостью победим... Так ведь... Попробуем сначала... Без ярости... Без ничего... Вот у нас есть драконы... И сейчас будем демонов потихоньку вызывать... Невидимость кастуем... Здесь нам не до... Сбора... Всяких... Этих... Золота дополнительного... Красиво, кстати, выглядит... Посмотрите... Шестеренки... Невидимый дракон летает... Невидимый дракон летает... В первую очередь нужно вот этих завалить... Тим... Собственно говоря... Н faction Т мая... Залеть活... Т мая... В описании к ней... Живマни... Ох... Нем... Но... Чем- coração, Позволь Тангу демоны пошли красавцы отлично ща минус инквизиторы будут до будете знать как демона отразнить еще минус эти чуваки